Добро здороваться, уважаемые посетители канала. Сегодня мы поговорим о воде. Я просматриваю, что пишут другие блогеры на эту тему. И вот нашел такой видосик. Вивек Джоши пишет. Вода тут, смотрите, вода равно яд. Не делайте эти шесть ошибок. Так, значит, не делайте эти шесть ошибок, когда вы пьете воду. Ну, название мне ни о чем не говорит. Но зато год назад этот был видосик и просмотров 7 миллионов 200 тысяч. Я вообще выпал в осадок. Посмотрел этот видосик. Не буду, так сказать, высказываться относительно. А что он говорит? И я дам свои рекомендации по приему воды. Не говорю, что они могут быть супер уникальными, но тем не менее. Здравствуйте, это доктор Вивек. И добро пожаловать в мой YouTube-канале. Кстати, чтобы вы знали, я вообще-то академик народной медицины Узбекистана. На этом видео я вам скажу ошибки, которые мы делаем, когда мы пьем воду. Самая первая ошибка, которую я замечаю, которую люди делают, это когда мы пьем воду на стой положении. Да, воду всегда надо пить на сидятие положении. Не надо стой. Почему? Потому что когда мы пьем на стой положении, это нехорошо выходит с нашей почки. И почки не может фильтровать так хорошо, если мы сравним, если будем пить сидит. Когда мы сидим, тогда наш организм больше на расслабленной форме. И анатомически тоже в наших органах прям ровно бывает. И в воду потихонечку медленную ходишь, из-за этого почки будет хорошо фильтровать, и не будет отек на лице. Так что это самый первый ошибок. Дал такой комментарий. Выпил сидя, а потом встал. Это ухудшит фильтрацию почек или нет? Такая рекомендация, знаете, я считаю, какая-то она спорная. Выпил стоя, выпил сидя. Выпил сидя, а потом встал. Как это все сказывается на фильтрации почек и прочее, прочее, прочее. И связано ли это с фильтрацией почек. То есть человеку захотелось пить. Просто-напросто захотелось пить. Он удовлетворил эту жажду. То есть то количество воды, которое имеется в организме, значит, немножечко уменьшилось. Соответствующий сигнал поступил. Надо просто-напросто восполнить эту воду. Насколько это, будем говорить, вот просто восполнение воды. Ее что, будут сразу же почки фильтровать. Вы просто восполнили воду. То количество, которое, допустим, вам не доставало. Короче, подумайте об этом самостоятельно. Такая рекомендация... Ошибка, которую мы делаем, это надо пить воду тонко, когда есть жажда. Ну, наконец-таки, пить воду тогда, когда есть жажда. То есть мы вообще-то, знаете, вот я слушая Вивека, слушая других специалистов, я несколько недоумеваю. У нас есть свои, как бы сказать, критерии, по которым организм ориентируется. Хватает у него там еды, воды, воздуха и так далее, и тому подобное. Хочется ему, в конце концов, в туалет сходить по большому или по маленькому, или нет. То есть возникает соответствующее чувство, которое говорит о том, что имеется некий непорядок, а именно, допустим, отсутствие должного количества воды в организме, которое надо бы восполнить. И это у нас проявляется в виде чувства жажды. Я думаю, это все легко и понятно. Жажда появилась, значит, мы пьем. Жажды нету, что ее туда пить? Если нет жажда, не надо себя толкать, чтобы пить воду. Это не правда, что нам нужно 2 литра воды, либо 3 литра воды каждый день. Хорошее замечание, хорошее замечание. Я на эту тему уже говорил. 2 литра воды. Надо в день выпивать, такая рекомендация есть. Значит, один человек весит 50 килограмм, и ему рекомендуется 2 литра пить, а другой весит 150 килограмм, и те же 2 литра воды. Тот, у кого 50 килограмм, он этими двумя литрами зальется, она ему не надо. Но рекомендация, надо, значит, толкать эту воду во что бы то ни стало, иначе я тут не укладываюсь. А тот, кто весит 150 килограмм, ему это мало. Он просто-напросто может пересохнуть. Ему, значит, надо больше жидкости. И существует такая примерно норма, на 1 килограмм веса тела рекомендуется примерно где-то 2. И с учетом этого уже ясно, что если человек весит 50 килограммов, там, литр воды, а тот, который весит 150 килограмм, в 3 раза больше. Более-менее ясно и понятно. Но опять-таки, существует чувство жажды, которое говорит о том, надо вам пить или не надо вам пить. Вот на это-то надо и ориентироваться на свои собственные ощущения, а не на те какие-то научные нормы, в кавычках, научные нормы. Дополню. Дело в том, что с возрастом, вот я вам привожу такую, видите, табличку, что с возрастом, вот если говорить о потребности воды, с возрастом организм человека теряет воду прогрессивно. Это как раз вот есть старость. Что такое старость? Старость это организм прогрессивно теряет воду. Хотим мы того или не хотим, он ее теряет. Значит, грубо говоря, там, до года, там, наш организм содержит, там, 80% воды. Естественно, ребенок, он ее пьет постоянно. Это для него, можно так сказать, основное. Не столько еда, сколько пьет он. Пьет, побегал, пьет, 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 пьет и пьет. Далее уже в зрелом возрасте организм содержит примерно, там, 70% воды. Уже ему так не надо. И сколько бы, главное, вот, надо понять, сколько бы человек не выпил, вот если ребенок, там, годовалый, он постоянно эту воду пьет, она ему нужна. Но он опять-таки не выпьет же те же 2 литра воды, но выпьет много относительно своего собственного веса. Она ему нужна. И организм держит вот эти вот, допустим, 80% водного состава своего. Там в 40 лет, допустим, согласно этой таблице, уже у нас 70% воды в организме. Сколько бы мы туда не заливали этой воды, вот он держит эти 70%, вы можете сами понаблюдать. Вот, все нормально себя чувствуете. Ага, надо выпить 2 литра воды. Вы начинаете воду пить, и что у вас получается? Просто-напросто она выходит из организма. То есть организм свои 70% держит, и ни более, ни менее, все остальное он выбрасывает. В более старшем возрасте там еще меньше хочется пить, пить этой жидкости. А опять-таки надо там ее там пить, согласно этим всем этим нормам, рекомендациям. Но он как держит там, грубо говоря, 60% этих воды, он так этих 60% и будет держать. Просто-напросто вы вот этим вот круговоротом можете, что сделать? Вы можете просто дать нагрузку на сердце, дать нагрузку на почки, чтобы вот этот круговорот жидкости был. Плюс организм затрачивает энергию на то, чтобы эту воду сделать своею. Потому что та вода, которую мы с вами пьем, она у нас не такая, которая находится внутри организма. Внутри организма она находится в виде такой льдоподобной структуры. И на вот придание этой структуры, выпитой воды, компота, кока-колы, чая, кофе и так далее, любых напитков, она должна, ну, кроме, допустим, талой воды и кроме этой самой свежевыжатых соков, он должен затратить свою собственную энергию на придание ей структуры. То есть он тратит организм свою собственную энергию. Энергию потратил и вывел. И плюс еще, это же не просто вода выводится, с ней вымываются самые различные соли. В результате, если мы пьем повышенное количество этой воды, у нас происходит вымывание нужных солей. Не так сразу это все видно. Но если мы, грубо говоря, недельку попридерживаемся вот этой вот ситуации, рекомендации, то мы сразу все это дело ощутим на себе. Мы вымоем те соли, которые нам нужны. Это что касается потребностей в жидкости. И далее, существуют люди различных конституционных типов. Есть люди, у которых организм очень плохо держит воду. Она буквально так у нее общится. Это люди ветреные, уходят. А есть такие, у которых, это слизистая конституция, у которых буквально одна капля попала в воды, она там, грубо говоря, где-то и остается. То есть одни люди пьют сколько угодно там воды, вот им там надо, из-за того, что они слишком, у них организм не держит воду, они слишком суховаты, им это надо. Поэтому им надо большое количество. И совсем другое дело, когда человек имеет слизистую конституцию, она ему не нужна, он так ее много держит воды. То есть, опять-таки, учет индивидуальной конституции. Значит, первое, учет возрастных особенностей. Второе, учет конституционных своих особенностей организма. И третье, конечно, образ жизни. Если вы где-то находитесь там, где жара потеете много, или там, где вообще особо там не потеете, это тоже накладывает, то есть образ жизни накладывает отпечаток на ваш водный режим. Сколько вам надо воды. И в любом случае, в любом случае, вот эти все три вещи, которые я только что перечислил, они вам будут сигнализироваться чувством жажды, на который надо ориентироваться. Ну, послушаем дальше. Теперь просто понимайте, что не надо пить воду, если нет жажды. Это очень важные вещи. Это соблудайте. Это вторая ошибка. Много раз я вижу, люди просто, ну, сидите, либо работаете, и потом, ой, мне надо пить воду. Но даже они не чувствуют жажды, ну, просто надо пить. Почему? Потому что все говорят, надо пить 2 литра воды. Так что это не факт, но я объяснил на мой другое видео. Здесь это вторая ошибка, которую я вижу. Давайте сейчас говорим по третьей ошибке. Это не надо пить много воду за один раз. Чтобы, ну, терпили, терпили, потом сильный раз, да, если прям ходили и пьюте литр воду, либо 500 миллилитров воду за один раз, это нельзя. Это будет нагрузка для вашей желудки, все желудочно-кислячные тракты и для почки тоже. Так что это будет уменьшать ваш пищевременный огонь, метаболизм будет хуже. Так что это не делайте. Здесь необходимо несколько, несколько, знаете, по-русски это дело все сказать. Большое количество воды, выпитое за раз, дает нагрузку не столько на желудок, сколько, так как вода-то всасывается, естественно, поступает в кровяное русло, это все дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. У вас вдруг неожиданно вода всасывается в кровяное русло и у вас, грубо говоря, вместо там 5 литров стало циркулировать 6 литров. Это повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, особенно на сердце. И далее, далее начинают работать почки. Почему? Потому что нам положено, вот, хотя мы и там и терпели, хотя нам там хотелось спить, а мы там вот не пили, а потом напились много, мы возьмем столько, сколько нам надо. Допустим, грубо говоря, вот те же 5 литров, которые нужны. А остальное мы выведем. На выведение затрачивается наша энергия, при этом вымываются соли, нужные для организма. И все это уходит из организма. То есть, не рекомендуется принимать сразу большое количество воды. Это если только воду вы приняли. Мы сейчас поговорим еще о сочетании приема жидкости с едой. Когда воду там пить? Он как раз там говорит, той еды, после еды и какая вода. Я думаю, что отечность на лице, на теле, на ногах и так далее, это связано несколько раз с другими вещами. А не просто с приемом воды. Вы выпили много воды, отекли и так далее. Здесь задействовано несколько иные механизмы. Например, вы ехали в машине. Вы долго ехали в машине. Потом смотрите, стук ног у вас отекли. Это что, связано с тем, что вы много выпили, воды нет? Это связано совсем с другими вещами. Допустим, где-то со слабой сердечно-сосудистой системой, со слабыми почками. И вообще проявляется некая слабина организма в том, что у вас появляются отеки. Это вред. Это сильная нагрузка для наших организмов. Так что эту ошибку не будем делать. Давайте четвертую. Теперь я скажу, это не надо пить холодную воду. Воду должно быть на комнатной температуре, либо немножечко в теплой воде. Если будем пить холодную воду, тогда это дает плохой эффект на наше пищеварение на желудке. Из этого не будет хорошее пищеварение, метаболезнь будет работать хорошее. Из этого потом вы не будете получать все витамины, минералии с едой, и это будет дать эффект на все организмы. Кожа, суставы, волосы, внутренний орган, все будут страдать. Хотите это? Надеюсь, если вы не хотите, из этого я вам говорю, что это ошибка, это не делайте. Всегда надо пить теплой, либо немножко горячей воду, либо комнатной температуры. Это будете делать. А теперь вопрос, когда самое хорошее время, когда нам надо пить воду? Это мой пятый совет для вас, что... Итак, питье холодной воды. Наш организм поддерживает определенную температуру тела, при которой активны ферменты, которые расщепляют пищу и так далее, и так далее. Естественно, если мы с вами пьем холодную воду, вот знаете, если ее немножко выпить, организм ее нагреет, и все нормально, он даже так охладится, и все нормально будет. Но если ее выпить действительно там много, то что это приведет? Это приведет к тому, что произойдет охлаждение желудка. И когда происходит охлаждение желудка, то он будет работать только тогда, когда он нагреется до температуры 36,6. То есть, вот с чем эта рекомендация связана. Много жидкости холодной, нежелательно, охлаждается желудок, охлаждаются ближайшие органы. Все это может приводить действительно к неблагоприятным последствиям. Поэтому, если утолить жажду, это одно, допустим, там, комнатной температуры, пусть она будет прохладная. Если вы хотите утолить, знаете, вот, чувство понизить жар, то немножко выпить, вот я, например, пью ледяную воду, в которой плавал лед. Я ее не пью никогда, чтобы выпить стакан. Я ее пью по глоточку. Благодаря этому, ледяная вода не охлаждает желудок, потому что она нагревается. Один глоточек легко и просто нагреть. И зато за счет других механизмов, из-за того, что она структурирована, она всасывается в кровь и начинает там растворять разного рода залежи, соли там в почках и в печени, в желчном пузыре. То есть, вот для этого используется жидкость, которая ледяная, в которой плавает лед, ледяная вода, но используется на грамотно полоточку. Если использовать ее, примерно, как говорить, по стакану сразу же, то действительно, мы с вами можем застудить желудок, понизить его переваривающие способности, охладить ближайшие органы, тоже там привести к каким-то последствиям, потому что все наши ткани, они представляют собой своеобразный холодец, студень, и когда естественно употребляют что-то холодное, этот студень сгущается, и вот тут-то начинается от того, что употребляется холодная эта вода, охлаждаются ближайшие ткани, возникают разного рода застои, которые провоцируют и мастопатию говорят, провоцируют, и ряд других допустим заболеваний связанных с областью, где находится желудок, то есть это и поджелудочная железа, и печень будет страдать и так далее и тому подобное. Ну послушаем пятый. Не надо пить воду полчаса перед едой и 50 минут после еды. До этого, ну до 30 минут перед едой, пожалуйста, пейте воду, через час после еды, либо через 40-50 минут после еды, пожалуйста, пейте воду. Это будет вам помогать, даже наоборот, на ваших пищеварениях тоже. И если вы хотите похудеть, тогда особо это не делайте. Что, ну пили воду прямо перед едой, либо во время еды, либо сразу после еды. Это будет отдать вам ожирение. Почему? Потому это уменьшает ваш метаболизм, метаболизм не будет хороший. Потом, конечно, еда будет стоить внутри. Это и называется такси. И потом это все будет отдать эффект на ваш инсулин, будет скачать и начинается ожирение. Так что, если хотите, это не делайте. Так, с чем связаны рекомендации пить воду перед едой и после еды? И особенно это касается холодной. Для того, чтобы подготовить желудок к перевариванию пищи, лучше всего прогреть его, при этом выпить теплую воду, температура где-то как раз 36 градусов, чуть даже выше, для того, чтобы она прогрела желудочек. При этом вы можете выпить буквально таки за 5-10 минут до еды. Вода, прогрев желудок, она уходит быстро с желудка, она там не задерживается. Важно, чтобы вода была не холодная, потому что охлажденный желудок вступает в свою силу и проявляет пищеварительные способности, только когда нагреется. Это ясно и важно. Далее, после еды мы с вами покушали, у нас выделяются пищеварительные соки в желудок, начинается пищеварение, а мы особенно холодной водой, если только раз, заливаем, во-первых, у нас сразу останавливается пищеварение из-за того, что должен нагреться желудок, второе, мы разбавляем все эти соки, которые выделились, ферменты становятся неактивны, пища действительно стоит в желудке, не переваривается, ничего с ней там особо не делается. Получается то, что мы с вами нарушили пищеварение, нарушено пищеварение, что оно способствует? Оно способствует тому, что уже, как бы сказать, вот эти полуфабрикаты, которые выходят из желудка, не обработанные желудочными соками, не прошедшие свою стадию обработки, они представляют уже вещества, которые довольно-таки трудно дальше переварить, усвоить, то есть, это причина того, что образуются шлаки, на основании которых уже идет зашлаковка нашего организма, то есть, мы невольно себя, как бы сказать, испортили. Это касается не только холодной воды, но это еще касается просто жидкости. Если холодная вода, это еще охлаждает желудок, то просто принятая вода после, допустим, первого-второго там блюда, она разбавляет желудочно-кишечные соки наши и пищеварение толком не будет. Но после еды нам хочется пить. Почему нам хочется пить? Потому что все эти желудочно-кишечные соки, которые нужны для пищеварения, они образуются из крови, то есть, там, во время пищеварения у нас выделяется где-то там до двух-трех литров может выделяться пищеварительных соков. Естественно, берутся они из нашей крови. Кровь сгущается и уже, как бы сказать, дает импульс в головной мозг с тем, чтобы мы с вами приняли воду, как бы сказать, разбавили вот эту кровь до нормы. Поэтому, что здесь надо делать? Надо выпить до еды какую-то часть жидкости, далее съесть салат или тушеные овощи, которые в основном состоят также из жидкости, и тогда нам с вами мы уже, как бы сказать, добавили вот жидкости в кровяное русло, с которого вырабатываются пищеварительные соки, то есть нам тогда дальше не хочется так пить после еды, а после еды надо пить где-то, где-то аж, ну, чуть ли не часа через два, смотря что, что вы съели. И то, знаете, маленькими, маленькими порциями, маленькими дозами, для того, чтобы мы не нарушили с вами пищеварение, которое из желудка ушло там в 12 перст, тонкую кишку, и там все это дело делается. Это очень важно понимать. Например, вот мне говорили, мой дед страдал плохим пищеварением, у него был, мол, слабый желудок. Что он делал? Он покушал и после этого полулитровую кружку выпивал колодезной воды, холодной колодезной воды. Естественно, было не сварение, естественно, были все вот эти вот последствия, о которых Вивек, значит, говорит. Важно это понимать и не наносить себе вреда. То есть, я сейчас рассказал о том, как правильно принимать жидкости перед едой, после еды. И что получается, если совместно с едой. И последнее, это когда самое лучшее время, когда нам надо пить воду. Это с утра, когда вы стоите сразу, просыпались, сразу. Самая первая вещь, это что вам надо пить воду. Значит, эта рекомендация, вот только что мы с вами говорили номер один. Чувство жажды. Если у вас есть чувство жажды, вы пьете с утра. Если у вас есть чувство жажды, вы пьете в обед, вечером. То есть, перечеркивается первый, как бы сказать, пункт, там подбудется некое теоретическое обоснование, которое, я считаю, оно не настолько объясняет этот процесс, как бы нам хотелось. То есть, есть много вещей, которые мы пытаемся там заключить в какую-то наукообразную так сказать, оболочку, но в жизни оказывается происходит все по-другому. Опять-таки, мы возвращаемся к тому. Есть чувство жажды, и вот это чувство жажды, когда появилось, мы должны его утолить. Если она у нас, и мы еще ничего не ели, пожалуйста, можно там что-то там выпить такого. И в зависимости, опять-таки, от времени года мы можем употреблять теплую воду или напитки, либо охлаждающую нас воду и напитки. Это тоже все имеет большое значение. Чувство жажды и желание выпить такой жидкости, которая внесет комфорт в наш организм. Я считаю, вот это самое главное. Вот что я хотел бы вам сказать. Кратко, без всяких ярких. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют, и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. системы